эта тема до сих пор не дает покоя многим россиянам было ига на руси или нет для западноевропейцев эта тема практически неинтересно были татар монголы ну пытались они завоевать европу однако бравые рыцари показали им где находится тартар все дела минувших лет забыто только вот поход на запад выглядел по тем временам больше как карательная экспедиция они завоевательные сначала католические монахи стали совершать дальнее путешествие с целью поиска потерянной родины это я говорю о венгерских монахах со второй попытки они достигли даже по волжье и действительно нашли своих предков часть которых ранее ушла в европу и создала венгерскую государственность отчета о путешествии лег на стол папы римского понятное дело это была попытка окатоличить население а вот у нас копья приверженцев ига и противников ломаются до сих пор давайте рассмотрим несколько вопросов по этой теме они определенно возникают когда начинаешь не только слепо верить работам историков но и думать логически потому что очень интересно как несколько источников летописей породили тысячи научных работ художественных книг изображений и фильмов на эту тему пункт 1 откуда появился термин ига впервые это слово применил поляк и хронист ян благош в своей работе хроники славного королевства польши он описывал в период правления ивана третьего и применил иго варвару иго рабство описывая власть татар само слово иго не русское произошло от латыни джугом что значит ярмо хамут думаю понятно откуда ноги растут а вот в наших источниках периода иго это событие называется иначе пленением рабством в русских источниках обыги упомянуто в синопсисе иннокентий гизеля изданного в 1674 году в киеве замечаете ветер дует опять со стороны польши понятно что на руси это произведение стало очень популярно ввиду польского влияния при русском дворе важно было польским представителям показать что русь не такая как европа потому что была в рабстве у диких племен и сама от этого стала дикой а потом эти данные перешли в работу николая карамзина история государства российского опять прослеживается влияние польши католический запад мечтал о влиянии на русь идеологическом покорении именно поэтому и создавалась тема свержения иго и выхода из-под опеки орды на свободное место европейцы были готовы предложить себя когда в девятнадцатом веке возник вопрос как обосновать отсталость россии и ее население тема иго возродилась вновь то что реформы петра и слом русских традиций также отбросили жизнь простого народа на сотни лет назад в расчет не бралось стрелки были переведены пункт 2 откуда взялось понятие орда сейчас многие исследователи как профессионала так и неофициальные пытаются вывести происхождение слова от орден или немецкого ordnung порядок выглядит это в случае с немецкими рыцарями орденов и татарской ордой как воинский порядок наводящая порядок почему бы и нет но на самом деле золотой ордой в те времена называли главный шатер хана иначе ставку а ордой земли начали называть уже после падения самой орды до этого обходились названием улус джучи а народ населявший и воинствующий звали татарами я также думаю что слово орда можно вывести из старого по происхождению слова хорда что значит круг окружность первая буква могла со временем просто исчезнуть оставив только орда в таком случае это означает как и у казаков казачий круг то есть орда ну или округ пункт 3 почему русские проигрывали татаро-монголом войска татаро-монгол в свое время действительно были передовыми поведение и техники боя организации опыту степняки прекрасно воевали в любых территориально климатических условиях и брали любые крепости и города будь они каменные или деревянные в горах как на кавказе или на равнине руси а вот на руси хоть и был опыт боевых действий не хватало единого кулака и централизации считаю что были и проблемы с вооружением земли руси практически не имели полезных ископаемых для производства оружия другое дело все это было у татаро-монгол имеющих выход на уральские регионы пункт 4 почему татаро-монголы не вязли во время русской распутиться это большая загадка всем завоевателям которые приходили на русь с запада всегда очень мешала русская распутиться будь то дождливое лето или морозные зимы вот только в истории так оказалось что ордынцам это нисколько не мешало зима даже была излюбленным временем для походов проход по льду рек предположительно помогал захватчикам вот только как татаро-монголы пошли дальше в европу им неожиданно распутиться стала мешать что и вынудила их якобы вернуться вопрос этот до сих пор остается интересным пункт 5 куда делись останки завоевателей и почему наши музеи не заполнены археологическими находками за 300 лет татаро-монгольского ига российские музеи должны быть под завязку забиты находками с полей сражений русских воинств с ордой но ничего подобного нет в некоторых музеях вы сможете найти реконструкции монгольского доспеха и оружия а ведь оригиналов должно быть очень много с останками тоже проблемы мамаев курган а хана мамаев нем нет как пишут наши читатели ордынцы останки оставляли в степи придавали огню увозили с собой зарывали очень глубоко прятали в укромных местах конечно когда нет разумных ответов такое и придет в голову как обоснование пункт 6 в берестяных грамотах нет упоминания о тяжелой доли русского народа под тяжестью татаро-монгольского ига сейчас уже найдено более 1200 берестяных древнерусских грамот периода 11 15 веков в них часто упоминаются дела торговые простые житейские переписки учеты средств или хозяйства церковные дела а также обычные уроки обучения детей грамоте казалось бы тяжелые времена начавшиеся с 13 века периода ига должны отразиться в грамотах обязательно но в них нет упоминания ни о какой киевской руси а тем более отерзающих русскочевниках таких находок с текстами упоминающих события должно быть много пункт 7 почему не учитывается факт объявления папой римским походы против руси а говорится о захватнических походах хана баты в европу как и сейчас запад объявляет нас агрессорами но приближает свои базы нато к нашим границам ничего не меняется начнем с того что в 1229 году папа григорий девятый призвал бороться с руси и ее союзниками всех правителей восточной прибалтики была объявлена блокада морских прибалтийских путей прозвучало очень знакомое выражение как и сейчас говорят об украине до тех пор будет блокада пока не прекратят все враждебные действия против новокрещенных финнов на русь запретили поставлять железо оружие коней и продукты ничего не напоминает ввиду этого начался голод в новгороде но немецкие купцы отказались выполнять папские распоряжения и помогли городу продукты не замечаете такая ситуация и сейчас если говорить о северном потоке уже в феврале 1232 года папа запретил своему легату балдуину альнскому заключать любые договора с язычниками и руссами ответ последовал с 1236 по 1242 годы татара монгольские войска вторгаются в восточную и центральную Европу во главе войск стоял хан баты и его военачальник субэдэй и сейчас бытует мнение что это восточные кочевники проявили агрессию против мирного и цивилизованного запада здесь мы еще не упомянули северный прорыв на русь крестоносцев но в истории одно преподносится как гуманитарная миссия крестителей руси другое как жестокая агрессия против мирных стран вопрос насколько мирных а у вас друзья есть какие-то мысли на этот счет напишите в комментариях поддержите нас подпиской лайком и репостом